у мозга есть еще одна особенность неприятненькая такая да что если мы к жизни осознанно не относимся да если мы живем бессознательно подсознательно на автомате то мы становимся жертвами вот всех тех природных механизмов которые в нас биологии заложены и один из этих механизмов он очень простой так работает мозг каждый раз когда возникает какая-то ситуация для которой у вас нет какого-то готового решения то есть возникает замешательства нет какого-то готового шаблона поведения ну или есть какой-нибудь биологический шаблон который на самом деле не решает ваших человеческих проблем мозг говорит стоп поскольку у нас нет решения а цель мозга напомню да это обеспечить ваше выживание в основном это основная его функция который он делает мозг будет окей поскольку у меня нет решения с этого момента с момента возникновения ситуации я буду всю эту ситуацию тщательно записывать тщательно фиксировать все что происходит если к концу к исчерпанию до ситуации я не погибну не умру значит это и будет решением этой ситуации дал möglichst проста я же не умер до в этой ситуации я выжил это основная функция мозга поэтому если вы полагаетесь на вот процессы первого порядка это называется в науке то есть на бессознательное свое то возникает вот то самое явление которое пафосно называют словом карма да хотя ничего кармического в этом нет это всего лишь способ работы мозга в следующий раз когда вас возникает ну если вы рассчитаться никак не проработали никак ее не проанализировали не довели и до плюс десятки не проработали ее нашим старым добрым верным оружием ппш процесс поднятия по шкале то вы будете подвержены на сто процентов этому явлению каждый раз когда у вас будет возникать ситуация разрыва между тем что есть и тем что хотелось бы мозг будет говорить о где-то такое раньше было уже да дай-ка посмотрю и он будет один в один воспроизводить ту же самую ситуацию вот тоже самое поведение с теми же самыми эмоциями с теми же самым переживаниями которая была там и иногда ну со стороны когда вы на это смотрите да вы это прямо четко увидите